Всем привет! Все больше и больше интересных аксессуаров для продукции Apple выпускают наши друзья-китайцы. Что-то они методично срисовывают, но что-то придумывают свое, но тем не менее в любом случае эти аксессуары вызывают интерес. И вот уже выходит четвертый выпуск нашей рубрики «Прокачай iPhone». Сегодня в выпуске. Кабель, которым можно зарядить любое устройство, Lightning, который всегда под рукой, и удобный способ заряжать все устройства от одного источника. Сплошь и рядом встречаются ситуации, когда в семье два разных смартфона, двух разных производителей. И ладно, если это Samsung HTC, например, который можно заряжать одним и тем же кабелем microUSB, но часто бывают ситуации, когда это iPhone и какой-нибудь смартфон с microUSB. Ну или, например, очень часто встречаются ситуации, когда у человека есть iPhone, и либо второй телефон, либо какой-то другой гаджет, например, гарнитура, или что угодно с кабелем microUSB. И вот мы попробовали заказать вот такой провод для этих целей. Проводом можно заряжать два устройства, ничего в нем не меняя. При этом речь идет не о насадках, которые в комплекте несколько, а именно об одном кабеле. Он универсальный. Выглядит это как немного зауженный Lightning с высверленной серединой, в которой расположены контакты, подходящие для разъемов microUSB. Вообще вряд ли можно сказать, что идея принадлежит китайцам. Идея подобного провода еще давно была запущена на Kickstarter, но китайцам, как говорится, только подкинь идею, и уж они-то ее точно реализуют. Опустим этические вопросы того, насколько это корректно или нет, но продукт получился интересным. И теперь не надо таскать с собой два провода, если у тебя два разных телефона, или iPhone и какое-нибудь другое устройство с microUSB, например, плеер, гарнитура или наушники. Стоит этот провод чуть меньше 200 рублей или около 3 долларов. Для его заказа в описании к видео есть ссылка, а сбоку от меня на экране QR-код, в котором зашифрована эта ссылка. Как много разных проводов существует для зарядки iPhone? Они бывают разной длины и разного вида. Есть короткие, есть типа провода карабина из предыдущего обзора, есть длинные, есть провода катушки, а есть вот такие вот браслеты, которые мы в этот раз и попробовали заказать. Опустим декоративный вопрос. Кому-то нравится дизайн, кому-то нет. Да и понятно, что это не мужской аксессуар. А вот на руке девушки он, возможно, и будет смотреться. Но основная его идея не в украшении, а в том, что теперь провод для зарядки iPhone, iPad, Beats и прочих устройств с разъемом Lightning всегда буквально под рукой. Сам провод из декоративных соображений оформлен шариками, нанизанными на него, а разъемы USB и Lightning достаточно плотно стыкуются друг с другом, образуя застежку. Застежка крепкая и так просто не расстегнется, по крайней мере, в первое время. Собственно, сказать про него, наверное, больше и нечего. Это просто провод, просто для зарядки iPhone, просто в виде браслета, который всегда можно повесить на руку, на рюкзак, на сумку, на карман, да на что угодно. Стоит этот аксессуар порядка 150 рублей, заказать с бесплатной доставкой можно по ссылке в описании к этому видео или по ссылке, зашифрованной в QR-коде на экране. Буквально недавно у нас в редакции зашла речь о том, кто как заряжает свои устройства, когда их надо зарядить много и одновременно. В тот момент своего обзора уже дожидалось вот это вот устройство. Это док-станция для iPhone с пятью дополнительными разъемами USB, от которых можно заряжать любые устройства. Заявленная выходная мощность составляет 30 Вт, что достаточно для зарядки как минимум нескольких подключенных устройств. Мы пробовали подключить iPhone через встроенный Lightning, а через внешние USB-порты мы подключали еще один iPhone, планшет Nexus, смартфон Alcatel и Powerbank. Скорость зарядки была достаточно приличной для всех подключенных устройств. Сама док-станция подключается к сети через обычную розетку при помощи кабеля, идущего в комплекте. Габариты ее крупноваты, но зато получится отчасти решить проблему зарядки большого количества устройств одновременно. Возникает только один вопрос. Почему было не разместить порты USB сзади? Но что сделано, то сделано. Все равно аксессуар достаточно удобный. Стоимость его составляет около 700 рублей или 12 долларов. Доставка бесплатная, а ссылка для заказа в описании к видео и в черно-белом квадратике QR-кода на экране. На сегодня все. По уже сложившейся традиции я рассказал про три интересных аксессуара для iPhone. В следующем выпуске новые аксессуары, которые оценят владельцы iPhone 7, а также те, у кого часто рвется штатный Lightning. С вами был Артем и AppleInsider.ru. Еще увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!